Что имеет начало, имеет и продолжение, как история со свалкой за мясокомбинатом. Она оказалась в поле зрения съемочной группы на прошлой неделе, а брянские экологи заинтересовались мусорной проблемой еще в сентябре прошлого года. В сентябре прошлого года брянские экологи приехали с представителями прокуратуры, Департамента природопользования и Брянского лесничества. Застали здесь пожар, горели резиновые покрышки и изоляция проводов красивым зелено-синим пламенем. Мы оставили здесь представителя брянского лесничества, который вызвал пожарных для тушения этого пожара. Позиция прокуратуры была жесткой и однозначной. Данную свалку необходимо ликвидировать. Причем ликвидировать ее необходимо совместно, потому что площадь ее более 2,5 гектар. Часть ее находилась на землях лесного фонда, а часть ее находилась на землях района. И, естественно, нельзя убрать мусор с земель лесного фонда и оставить его на землях муниципальных. И власти приняли решение принять решительные меры. Этим, видимо, и ограничились. Разве что подъезды к пустоши песком присыпали. Однако мера оказалась бесполезной. Уже сейчас один из завалов, очевидно, под весом большой машины с грузом, превратился в небольшой пригорок, который легко одолевает даже легковой автомобиль. Мы готовы принимать участие в организации работ по ликвидации данной свалки и уборке этого мусора, но только на паритетных началах с представителями власти. Потому что наша организация в принципе не способна охватить подобный объем. Здесь должна быть работа скорее техники, чем волонтеров. Здесь нужно более 10 грузовых машин, несколько экскаваторов, погрузчиков. Это серьезная спецоперация, фактически такие строительные работы. Но даже если убрать этот мусор, то где гарантия, что через какое-то время не появится новый? Нужны условия, которые позволят оградить эту пустошь от новых частников и безлицензионных перевозчиков. Песчаные пригорки легко преодолеваются. Бетонные плиты можно оттащить. Однако полностью перегородить дорогу нельзя. Она ведет в лес, к озерам, которые, к слову, достаточно популярны среди жителей не только Фокинского района. От друзей узнал, что в Фокинском районе, в районе зверохозяйства, есть хорошие озера. Вот я решил сегодня посмотреть, что это за озера. Да, озера расположены в бывших карьерах. Хорошее было место для отдыха. Но подойти туда невозможно. Орязь, ужас сам. Я на эти озера не пойду, потому что подойти туда страшно. Строительный и промышленный мусор, огромное количество изоляции от проводов, полиэтилен. Все это на земле избитого стекла. Причем стекла не бытового, но специфического. И покрышки, которые время от времени горят, уничтожая сухую траву и даже деревья. Есть информация о том, что данную территорию приобрело некое частное лицо. В таком случае стоит привлечь это частное лицо для работ по уборке и ликвидации этого мусора. Потому как, согласно законодательству Российской Федерации, время содержания объектов недвижимости возлагается на их собственников. И здесь явно использование земельного участка не по целевому назначению. То есть здесь нет условно разрешенного использования в качестве полигона ТБО или строительного мусора. Поэтому необходимо мусор ликвидировать. Обязательно сделать собственника. Собственнику, естественно, необходимо в этом помочь. Принадлежит ли этот участок Фокинскому району или какому-то частному лицу, ясно одно. Убрать собственник не в состоянии. Так может быть, жители в Брянске соберутся всем миром и наведут здесь порядок. Игорь Умаров, Владимир Шлободов, телеканал РЕН-ТВ Брянск.